Приветствую вас, уважаемые любители закусить. Если у вас в доме есть белорежская настойка в тот момент как сельдереевка заканчивается. Ну я ее сейчас закончу. Вот нет ее уже. Она конечно там в шкафчике есть, но это не важно. Так вот, если у вас есть белорежская настойка, мясо, сало, ну в крайнем случае яйца можете сварить. А какой-нибудь приправы к этим яйцам нет. Майонез вы уже сделали и съели. Повторяться не хотите. Кстати то все о чем я говорю есть у меня на канале. Так вот можно сделать горчицу, но не просто горчицу, а медовую и с травами. Поэтому на это время мы маленькую бутылочку отставим в сторону и возьмем то что нам нужно для приготовления этой прекрасной медовой горчицы с травами. Берем порошок горчицы. Ну на экране вы увидите и прочтете сколько всего я взял. Затем травы, специи, травы, любые, какие хотите. Я вот чтоб долго не премудрствовать вот купил вот таких пакетик трав. И берем эти травы и высыпаем в этот горчичный порошок. Количество трав зависит от вашего предпочтения. У меня пакетик на 10 грамм. Я еще пару штучек добавлю. Чуть-чуть лаванды. Но если вы такое будете делать, будьте внимательны, не переборщите, а то получатся духи с одеколоном. Еще одну травку добавлю, но это не принципиально какая. Все это берете на свое усмотрение. Перемешиваем и начинаем заливать кипяточком. Добавлю я еще этой секретной травки. Ну никакая она не секретная, это просто чабрец. Очень я его люблю. Аромат и вкус. И везде сую где надо и не надо. Ну а вы как хотите. Любые можно добавлять. Травы, специи, на ваше усмотрение. Берем теперь кипяточек и сюда добавляем. Добавляем, добавляем и размешиваем. Стараемся размешать максимально хорошо, чтобы не было комков. Вот так хорошенечко перемешали. Комков у меня в принципе никаких нету. То есть быстренько раз-раз перемешал. И пока оно горяченькое, закрываем крышечкой и оставляем на некоторое время, чтобы это дело остыло. Продолжаем. Пока это дело остывает, берем мед. Высыпаем туда соль. Выливаем туда уксус. Можете заменить уксус на лимонный сок. Хуже не будет, кто что любит. Можно сделать уксус с лимонным соком. Но я, чтоб долго не морочиться, взял винный уксус и решил не смешивать его с лимонным соком. Так, для разнообразия. Поэтому выбирайте, что вам нравится. Остыла горчица. Главное, чтобы она не была выше 40 градусов. А почему? Да потому что химики нам говорят, что если мед обработать температурой выше 40 градусов, то это уже не будет не мед, а я б небесный. Ну и хотел сказать, пора выпить и продегустировать. Не, пора продолжить приготовление этой прекрасной горчицы. Вскрываем. Наливаем медово-уксус на соленую водичку. И что мы делаем? Думаете, пьем это? Нет. Естественно, размешиваем. Горчичку я размешал. Ой, слезы пошли. Не так, чтоб медовая, а так, чтоб очи на лоба полизлы. Но для любителей остренького, это как раз будет, думаю, в самый раз. В принципе, она уже готова. Если вы ее закроете крышечкой и поставите где-то там в холодильнике, и она постоит день, другой, третий, все это ассимилируется, вкусы объединятся и будет намного лучше. Простояла моя горчичка сутки в холодильнике. Все вкусы в ней, запахи перемешались. Обязательно, обязательно надо выдержать хотя бы ночь не есть ее. Потому что сразу я ее попробовал. Ну, кроме какой-то страшной остроты, вообще не было никаких ни вкусов, ни запахов. Просто сильно острая горчица. А вот как она ночью постояла, а теперь уже где-то сутки она у меня простояла в холодильнике. Вот она изменилась. И что я хочу сказать. В общем, я ее уже наелся, вот насыпал в такую красивенькую чашечку, листиков добавил, чтоб было веселей. Есть в ней легкий запах меда, специй, трав, которых я добавлял. Конечно, основной запах здесь горчицы. Очень она острая, крепкая. То есть ложками есть нельзя. Стреляет в носу сразу. Поэтому, кто любит вот острую, крепкую и с легкой сладостью и запашком травок, тем рекомендую. В общем, ваше здоровье. Подписывайтесь на канал. Счастья вам, успехов в личной жизни. Нажимайте на колокольчик и увидите еще прекраснейшие мои видео. Всех вам благ.